С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 5 августа, международный день светофора. В 1914 году в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств для регулировки дорожного движения. Это устройство имело всего два фонаря, красный и зеленый, а при переключении света издавало специальный звуковой сигнал. Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые установили в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году. Ну а в России первый светофор был установлен в январе 1930 года на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде, а в Москве первый светофор появился на углу Петровки и Кузнецкого моста в декабре того же года. У родившихся 5 августа 1844 год, день рождения Ильи Репина, ну естественно художника. В 28 лет он потряс публику бурлаками на Волге в 35 запорожцами, а в 40 самим Иваном Грозным, который, как известно, на этой картине убивает своего сына. За два года до 60-летия Репин пишет грандиозное полотно, торжественное заседание Государственного совета. Ну а в 80 лет портрет Ивана Павлова. Публика буквально ломится смотреть его картины, но шепчется о невероятных суммах, которые якобы Репин запрашивает за самый простенький портрет. Иронизирует над темнеющими на глазах красками, мол разбавляет по скупости керосином. Ну вот всегда так с великими. Слухи, слухи. 1850 год. Рождается Гиде Мопассан, французский писатель, один из великих французских реалистов второй половины 19 века. Он входит в литературу книгой стихов и новеллой Пышка. Был одним из наиболее переводимых французских авторов. Почти все богатое и разнообразное творчество Мопассана появилось в свет за одно десятилетие, между 1880 и 1890 годами. За это время он пишет 6 романов, 18 сборников рассказов, книги путевых очерков, пьес и множество статей. 1898 год. Рождается Василий Иванович Лебедев-Кумач, поэт, марш веселых ребят, священная война, песни из кинофильмов «Волга-Волга», цирк «Вратарь». Капитан, капитан, улыбнитесь, закаляйся, если хочешь быть здоров, сердце, тебе не хочется покоя. Ну и, конечно же, идет война народная, священная война. В 1905 году родился Артем Микоян, русский авиаконструктор, генерал-создатель Мигов. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. В 1806 году прекращает существование Священная Римская империя. Формально она была основана в 800 году, затем распадается и только в 952-м восстановлена германским королем Атоном I, который подчинил себе Северную и Среднюю Италию вместе с Римом. Со временем в нее входят Чехия, Бургундия, Нидерланды, Швейцарские и другие земли. Постепенно Римская империя распадается на отдельные княжества, а затем на независимые государства. Наконец, в 1806 году в связи с лихой перекройкой европейских границ с Наполеоном Бонапартом, будущий тесть, кстати, Наполеон, австрийский император Франц I, и он же, кстати, последний монарх Священной Римской империи Франц II, сложил с себя второй титул и отказался от имперской короны. 1913 год. Над Петербургским корпусным аэродромом совершает свой показательный полет первый в мире многомоторный и крупнейший для своего времени самолет «Русский Витязь». Сконструировал и пилотировал его 24-летний Игорь Сикорский. Первоначально аэроплан-гигант носил название «Грант», но после нескольких впечатляющих демонстрационных полетов он был переименован. Непосредственным его развитием стали самолеты Сикорского «Леа Муромец», а Игорь Иванович стал национальной гордостью России, и в Петербурге ему была посвящена опера «Летчик Сикорский». 1924 год. Из мастерской Балтийского судостроительного завода выходит первый советский тепловоз. Однако свою первую поездку он совершает только 7 ноября. Автором проекта был профессор Яков Гаккель. Он почти всегда был первым. До революционной России руководил постройкой одной из первых гидроэлектростанций на Ленских приисках, участвовал в создании трамвайного сообщения в Петербурге и даже сконструировал несколько самолетов на первом российском авиастроительном заводе, в том числе первый гидросамолет. 1939 год. Во время боя на Халкинголе русский летчик Михаил Ююкин первым в мире направляет горящий самолет на наземную цель противника. 1943. В честь освобождения Орла и Белгорода войсками западного Брянского, Центрального, Воронежского и Степного фронтов в Москве дается салют первой в ходе Великой Отечественной войны. 1948 год. Григорий Федотов становится первым футболистом, который смог забить целых 100 мячей в чемпионатах Советского Союза. 1962 год. Загадочное самоубийство Мэрилин Монро. Американская киноактриса. Ей всего 36 лет. По официальной версии это самоубийство. Но есть и другие. Случайная передозировка снотворного, убийство, совершенное мафией, убийство по заказу братьев Кеннеди, с которыми у нее были романы. Последний психиатр Мэрилин наставил на том, что его пациентку убили. После вскрытия было объявлено, что Мэрилин Монро умерла от передозировки наркотика. Ну и еще об одном событии. 1926 год. Иллюзионист Гарри Гудини поразил мир тем, что умудрился в течение часа пролежать в закрытом гробу под водой и остаться невредимым. И до этого в его жизни трюков хватало. На глазах изумленных зрителей он мог в считанные секунды скрыть самые сложные сейфы. Легко освобождался от любых оков. Выбирался из смирительной рубашки, из наглухо зашитого мешка и даже запертого сундука, сброшенного, естественно, в воду. Выходил на свет Божий из тюремных камер и глубокой могилы. По мнению специалистов, Гудини великолепно знал конструкции различных замков и изобрел миниатюрные отмычки, которые умел очень искусно скрывать на теле. А во-вторых, путем постоянных специальных тренировок он научился делать со своим телом все или почти все, что ему заблагорассудится. Складываться пополам, значительно увеличивать или уменьшать объем мышц и даже смещать кости в суставах. Свой самый известный фокус Гудини назвал прохождение через стену. Сквозь нее Гудини, конечно, не проходил. Все-таки там был люк, закрытый ковром. Но когда люк открывали, ковер прогибался совсем незначительно. Ровно настолько, чтобы прошла повернутая на бок голова. Гудини благодаря уникальному телу незаметно и быстро проползал под стеной из кабинки в кабинку. Позднее, когда фокус был разгадан, его повторял в разных вариациях. Да-да, Дэвид Копперфильд. Он, например, проходил через великую китайскую стену. Но делал это иначе, чем Гудини. Ну а умер великий маг от удара боксера-студента, который пробрался в его гримерную, чтобы попробовать, насколько реален железный пресс мастера. Гудини целый месяц еще проработал, а вскрытие показало, что удар был изначально смертельным. То есть обычный человек не прожил бы и секунды. Ну а тайну многих своих трюков великий маэстро унес с собой. Так что мы по-прежнему верим в чудеса, в том числе благодаря и ему. С вами был Николай Пивненко в проекте ДАТА.